Высаживать цветы волонтёры проекта «Донецк без табачного дыма» начали в 8 утра. Сначала появилась сигарета, потом дым. После этого приступили к созданию окружности. Её длина почти 5 метров. Использовали 300 растений. Выкапываем вначале ямку. Теперь нужно осторожно вытащить цветочек, чтобы корешки его не повредить. Он уже такой проросший. Сажаем и засыпаем. Главное – хорошо его прижать, чтобы во время полива его не смыло водой. И через пару дней здесь будет такой же красивый цветочек. Местом для высадки растений выбрали Шеффелдский сквер. Здесь официально запрещено курить. Такой знак уже висит в парке. Теперь появится и цветочная композиция. Мы решили, что это будет три главных цвета. Четыре главных цвета, получается. Красный, желтый, белый и голубой, такой воздушный, скажем так. И нарисовав этот макет, зеленострой уже сам решал, какие цветы подходят под какой из них. Цветы и инвентарь для создания цветочной композиции предоставили коммунальщики. Растения выбрали однолетние, рассказывает Татьяна Бажинская. Цветовую гамму с многолетника трудно подобрать. Здесь задействованы все летники. Катарантус, Таетис, Ценерария морская. Цветы эти будут расти до самой осени. Они выдерживают заморозки. Полив требует уход, конечно. И можно даже подстригать. Акцию приурочили к Всемирному дню без табака. Его отметят 31 мая. Мы решили, как обычно, нестандартно напомнить людям, которые курят, что данное место является свободным от курения. У нас есть такой основной месседж, что вдыхай аромат цветов, а не табачный дым. Организаторы уверены, акция поможет в борьбе с вредными привычками. Опрошенные нами посетители сквера такую идею поддержали. Клумбу в виде знака запрещающего курить создали за три часа. Всего высадили 530 цветов. Евгения Алдошина, Антон Шульга, Панорама.